добрый день сегодня 6 октября это вторая часть сегодняшней съемки я буду снимать просто прогулку вдоль берега тем кто не хочет посмотреть допустим проход то тем кто пришли на мой канал ради того чтобы видеть море это видео будет снято для вас прогуляемся посмотрим что там как там что поменялось я уже ходил в этом году туда дальше за таблетки прогуляемся еще раз глянем у нас сегодня дует ветер на градусники плюс 14 как бы температура воздуха достойная хорошо выйти погулять более праздничные дни поздравляю всех днем единения россии это действительно важно праздник для нас ну что россия многонациональная страна особенно сейчас наше нелегкое время в которой мы живем открывается мелочи а мы будем нас додаться настоящим надеюсь ветер не будет сильно мешать съемки потому что он будет такой приличный хочется все-таки снять если будет не очень иначе будет не я постарался как можно сильнее закрыть микрофон и пошли смотреть что тут интересного я в прошлом видео показал как вот видите песок метет сметает оставляет под собой монетки всякая барахло готов теряете мусор так далее если кому интересно посмотрите прохода комарин конец видео несколько находок я сделал сейчас мы пойдем не знаю сколько пройдем будем идти пока идем я сегодня никуда не спешу мне выходной я отдыхаю дома сегодня один поэтому можно спокойно гулять так как дома скучно фотографии со вчерашней съемки я уже обработал осталось их только загрузили чтобы они в интернет и отдать а что он спокойненько гуляем виде гуляя не один он впереди парочка там несколько людей и в сторону эти золского пирса там также очень много людей гуляет погода позволяет это делать температура воздуховочек хорошая нас буквально пару дней назад было прохладно холодно но сегодня все изменилось что хорошо надо сделать фотографию моря чтобы поставить на заставку и можно двигаться планирую как минимум дальше жемчужины россии вообще по-хорошему дойти бы до юнги я думаю там дожди так как были должна была речка соединиться с морем думаю это будет интересно посмотреть это тот самый водораздел которым я считаю отделяется джемоте от витязовских пляжей кто-то со мной не согласен кто-то согласен в общем это мое мнение на мнение остальных в этом плане особо не хочу влиять считайте как хотите у нас обещают где-то еще недельку точно теплую погоду многих уже лежит снег у нас все так вот можно ходить по море в принципе если бы не ветер то можно было вообще просто без куртки майки нужно плюс 15 знаете наверно не ветер вот на все плюс 25 очень тепло кстати море обратно он вернулась таблетка уже подмывается водой такие вот раскаты катятся нашу сторону обожаю это время года так как людей мало строение как я обещал видите кстати на пляже можно сказать ничего не осталось чистое море чистый пляж я в детстве помню именно таким это все строительство там какие-то бары шмары стала появляться может лет пять-шесть назад а так всегда была пустына чисто и красиво тех кто отдыхал раньше допустим в том самом витязь в анапе должны со мной согласиться ну другой стороны вот допустим если мне нравится какое-то уединение на море чтобы не как можно меньше людей мешало то многие приезжают допустим я в этом году снимал на относительно диком пляже и многие айту даже нигде нечего купить там не водички не чего нету на этом пляже как так вот у нас там все есть крица кто что ищет кому что нравится кто-то хочет допустим обустроенный пляж чтобы на нем он тоже там хоть того что попу вытирали кто-то хочет прийти просто побыть с морем наедине послушать шум моря искупаться там в чистенькой водички без никого рядом учел так особо раньше было актуально на утрище там на вагун и куда им вижу кайт впереди летает на камере наверно это видно не будет но он там есть вот так вот стоять смотреть на море что может быть круче да я представляю сейчас тех у кого снег идет как вам захочется сюда к нам чтобы тоже побыть морем рядышком сегодня вообще было в планах поехать сука но одному скучно как бы там немножко в жизни планы поменялись и поэтому остался сегодня дома зато подтянул кое-какие мелкие свои дела и пошел снимать наш пляж сука оставим на следующие выходные более она будет поинтереснее ветер такой как со стороны анапы боковой получается ничего как бы такого интересного не выкидывает пока не вижу вот кстати вот видите я в прошлый раз шел когда возле таблеток когда вода отступала были видны вот эти четыре мари вот все во что можно было пораниться сейчас вода вернулась назад и как следствие ничего этого уже не видно но они там есть вы знаете теперь я знаю есть же те кто полезут туда кто не знает так вот люди собирают ракушки ходят их было гораздо больше сейчас либо волнами подкнувало либо люди сами пособирали в общем пока их нету а кстати от 14 я вижу а все вам его покажу садят по ходу песка на мыло уставок торчит под него он торчит он впереди темные тоже сквозь волны видно там есть а он металлоискатели собирают кому кто как короче проводит свои выходные кто хочет кто чем хочет тот тем и занимается хотя мне тоже было желание пойти поискать ой как хорошо тут спрятался за таблеткой ветра нету то приятные ощущения и двигаемся дальше моречка моречка вот они пашки торчащие столько денег зарабатывают могут поубирать четыре этого можно было тут экскаватор его пригнать выкопать все это сам от моря потом сравняла проще пашки поставить бог судья власти мучим сколько квадроциклов развелось вот по песку пускай ездят вот не по барханам честное слово ненавижу всех тех кто ездит по барханам все эти что ли стоят бульки плавают там 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 не знаю честно что это но что-то там есть ищет ищет какой-то совсем хиленький по металлоискатель может специально чтобы не на глубокое расстояние искать я особо в них не разбираюсь поэтому точно прокомментировать и сказать что это и как это не могу двигаемся двигаемся потихоньку мы опять проходим жемчужину россии приближаемся потихоньку ко второй таблеточки посмотрите сколько водорослей повыкидывала как там как-то камко называют или еще что-то в общем это санапы которые были вот течением их сюда вернула выкинула на берег а если кто-то потерял лифчик совсем маленький размер еще с этими с увеличением груди вот я его нашел вот как-то так да двигаемся дальше все так идешь думаешь что думать вообще наслаждайся людей очень много гуляющих не я один сегодня здесь я прям обрадовался сначала с утра была пасмурная погода но потом раз этот ветерок поднялся разогнался тучи зато не было ветра лучше солнечком что я не знаю я вот в москве одно время три месяца за работал я просто не потащил это было где-то с февраля февраль март апрель и в мае мы вернулись где-то домой я вот не смог просто нет солнца как так каждый день просыпаюсь и примерно одна и та же цвета одни и те же цвета за окном у нас утром просыпаешься даже плохое настроение но на улице солнышко и просто душа радуется забывает все плохое хочется дальше жить не знаю как можно жить без этого моря ой без этого моря без солнца ладно море ух как красиво там волны накатывают вот впереди видите в море стоит как бы постамент раньше под вышку спасателей была она высокая была и об нее так волны попадают большие так красиво разбиваются на камере вряд ли этого будет видно но смотрится эффектно о ракушка такие мне нравятся красивенькие вот они торчащие целое этот минное поле как идешь можно ночью спотыкнуться так хорошо в них типа что мы лучше делать на море гулять видите как красиво когда все на луна в стороне моря там лунная дорожка очень классно смотрится ну за 13 минут от пляжа аквамарин я ушел до второй таблетки подхожу уже практически к выходу с пляжа жемчужиной россии который называется осталось еще чуть-чуть видите насколько таблетка ушла вот сравните с тем видео которое я снимал до этого прогулка по морю и посмотрите какая тут колоссальная разница я представляю сидишь такой сейчас где-нибудь в заснеженной Москве включаешь youtube и смотришь на море плюс 15 пускай ветер как это круто наверное звучит и смотрится так сейчас опять немножко справимся спрячемся за таблетку обходим ее если кто-то посмотрит целиком сегодняшнее видео не забывайте там писать комментарии подписываться на мой канал уже кстати 500 подписчиков там смотришь там смотришь кого-то уже цать тысяч а тут 500 радуешься у вот трубы размыло металлические металлические у нас вся эта тина кстати вот она целая в этом году все лето практически там стояла в этом месте возле таблетки и вот ее штормами наконец-то начал выкидывать море из моря на берег тоже росы прокушек вот чуть не смело ну ножки намочили вот тоже установлены разграничение о том что здесь печальные события трубы торчат еще один чувачок с металлоискателем гуляет тут вообще что-то прям движ какой-то народу куча ох как крушится ой вот они красавцы обожаю их видите сколько людей прошло эти ну фокус попался да обожаю камера самсунга заберем его домой прикольный брелочек можно сделать что-то нарыл этот друг вот он ну видите сколько ракушек это все ракушки ищет ищет ну конечно посмотришь видео в интернете как там люди в Крыму находят старые фигни куча мешками можно сказать монеты там и так далее интересно ну этим наверное надо болеть я знаю у нас есть люди которые болеют этим конкретно разбираются где чем какое поселение когда было тоже находят нормально машины покупают ну каждому свое вот он получается выход жемчужины россии между этими двумя пансионатами вон там это санаторий селена в котором я тоже снимал проход великие самозахватчики и двигаемся двигаемся потихоньку полегоньку в сторону Юнге 18 минут занял у меня этот путь куча народу гораздо оживленнее чем на центральном пляже здесь ой ой тут можно посмотреть мельчок организовался такая чистенькая прозрачная вода даже во время волн то есть если летом волны поднимаются ну как вода немножко мутнеет сейчас вот все мелкие фракции песка повыметало волнами на берег вот их сейчас дальше сносит да и водичка сейчас очень очень чистая ну я опасаюсь эти покровки воды потому что через одну там две-три волны прям очень сильно выносит на берег и получается как бы такой сильный захлест можно ну как рискуешь оказаться в водичке мне этого не очень хочется поэтому пойдем чуть-чуть в стороне а кто-то потерял большой ботинка чей ботинка так так у нас вот идет вот там досточки остались здесь это пляж санатория анапы бывший база отдыха москва в вот народ просто трассу организовал сотня кто не хочет гулять да ходит ездит на машинах по пляжу вот селена выход там батут где состоит от батута точнее он на кайте кто-то рассекает попробую остановиться и увеличить вот он глубоко так в море хотя честно плавал глубины здесь даже порядка 100-200 метров нет большой поэтому не особо страшно не я один двигаюсь сегодня в том направлении приятного так после я получат сегодня уже 40 минут гуляя начинают разминаться ножки обычно в день раньше просто ходил очень много сейчас все равно даже на стройке то есть именно по ходьбе гораздо меньше вот приседаешь стоишь по лестнице залазишь но как бы таких количества нету хождения мальчик селфи сейчас ножки начинают входить в тонус приятные по телу токи идут клево ой блин вообще чаечки мои любимые я по вам скучал так я их давно не видел вот они тоже по ветру сели кстати смотрите лавочка кажется не садись на пенёк не ешь на вот так сел на лавочку и смотри по сторонам а и чаечки а такой вид полетели полетели ветер вам не дал полететь вот он этот выход с селены какие то такси толстые двигаемся 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 так но мне так то еще прилично чапать скоро я дойду до своего любимого прохода где я отработал практически смотрите тут уже ралли на мотоциклах с гоупрошками все прикольно конечно вот так вот они меня подсняли я их подснял лайк кстати этот скай серфингист выполз к берегу вообще хороший ветер потому что дует с оберега где допустим было сегодня не так уж и страшно плавать плавать бы плавать бы наверное сказать что тебя в море по крайней мере не утащит вот какая вода кстати вот ветер там многие писали спрашивали что у вас там страшно ну у нас подул ветерок который натворил много бед особенно в новороссийске в Анапе там пару деревьев снесло видите вообще вроде все тихо никаких последствий я не слышал по крайней мере о них не было поэтому вот то же самое что насчет наводнений когда говорят там в Краснодарском крае вот Анапа там ручьи сбегают с гор там немножко и то потому что Анапа на равнине там мало и на центральный пляж в основном все текут то есть никогда не было такого страшного наводнения чтоб там город затопило и то же самое Витязева всегда все тихо спокойно то есть при любых ливнях вся вода сразу же уходит в море и все и у нас как бы на песочной основе все находится нет таких последствий как допустим тот самый Новоросс и туда дальше потому что там на горах вода представьте в ущелье как бы все поселки находятся в ущелье и накрывает у нас равнина и такого нету поэтому вот он мой любимый проход к морю мимо не мимо а между я забыл Черноморец и пансионат Одиссея вот здесь вон был выход осталась палка закопанная большая впереди мы сейчас не отойдем вот все лето провел здесь фотографировался фотографировал наших гостей курорта я конечно очень сильно надеюсь что не сильно задует наш микрофон мой микрофончик что будет более-менее хотя бы слышно мой голос ну если что глушите вставляете музыку и гуляйте по берегу моря я по крайней мере сделал все возможное чтобы ветра не было слышно ой красоте да но мы идем еще дальше мы пойдем все до юнги как красиво волну тут ветер чуть по другим углом берегу уже по-другому смотрится и волна все что ну кстати посмотрите как замело мой проход вообще прям бугор такой жесть идем дальше самолет где-то слышу летит но я его не вижу на посадочку как в этом году стрижи летали красиво круто было мне нравится группа людей впереди они идут со мной в одном направлении тоже не собираются останавливаться может может вообще в Анапу двигаются странно просто слышу самолет не вижу где вот вот смотри сколько тины повыкидывало мальчик которая мучила всех в этом году особенно в Анапе а у нас ее следующим штормом куда-нибудь смоет может под бархан и все думаю это уже песочек будет чистенький красивенький не запах нравится вот когда стена подсохнет просто прям солью так пахнет морем тяжело идти по такому песку ноги пробуксовывают чувствую себя мини трактором каким-то вышкребать приходится сейчас буду подходить уже к проходу пансионата в Кавказ один из самых красивейших не перестаю это повторять проходов к морю мой любимый наверное по красоте по количеству людей он тоже телефон море ответов спрятались еще и очки все под аппарат все не не хотел фотографировать на берегу моря конечно при таком ветре не то что некомфортно людям которые фотографируют и самое тяжелое это докричаться постоянно на каждый кадр бегать полностью выставлять руками эти модели лучше конечно всегда все объяснять голосом что ты хочешь и тогда получается гораздо более естественные позы я так считаю лично делюсь своими секретами вот так вот двоих я обогнал остались еще двое впереди меня самые стойки мне туда алтаж вперед где белая будка там стоит вот он вид нашего красивейшего моря с детства помню этот вид наполнил нафы гор шарики наверху эх ля пата вот он кстати они пошли эти последние сдались пошли на выход на пансионат кавказ а я иду дальше я пойду до юнги сегодня у меня так прогулка кстати я думаю может еще и третье видео что-то снять выгнать так как говорится на всю неделю потом по одному выкладывать по пионерскому проспекту прогуляться то а я думаю даже мчужной россии там такой красивые пейзажики будут там как раз тепло я отойду немножко от ветра и звук будет хороший качественный наверное сделаю так вот впереди кайт складывать продолжаю обращаться ко всем людям которые смотрят мои ролики не забывайте делиться ими своими друзьями подписываться на мой канал так же есть вконтакте в инстаграм все эти ссылки есть на моей странице в ютьюбе так же все те кто любят витязева так же как и я подписывайтесь на нашу группу витязева инфо инфо я сейчас там конечно мало времени провожу работа работа тяжело просто еще домой приходишь хочется просто лечь включить какой-нибудь сериальчик и все больше не контуйте меня с утра опять на работу тяжело когда работаешь сам на себя как бы себя мотивировать тем каждый день ходить на работу и пойду надо отдыхать чтоб с утра быть не уставшим а если посидеть лишний часок возле компьютера того же то на следующий день может с утра не хватить заряда бодрости для подъема и пути на работу потому что так выходные грубо говоря никто не ограничивает а все таки все равно особо играть с терпением людей никогда не стоит надо выполнять свою работу в поставленные сроки я понимаю плюс-минус там пару дней ну чтобы это в месяца не вытягивалось кто-то допустим расслабляется какими-нибудь там горячительными напитками алкоголем да я допустим его не употребляю поэтому отдых это полежать ну либо вот можно иногда прогуляться подышать свежим воздухом получить заряд бодрости кстати не один кайт а он еще дальше впереди еще один гоняет круто он кстати по мою сторону едет может и удастся снять вон люди по горам возят на барханчик залезли смотрят по сторонам вот мусорят ну такая надпись прикольная море у не не захотел он попадать в мой видеоролик этот кайт серфер ушуршал вдаль море вдаль море я его хотел немножко снять я его хотел немножко снять что посмотрим как там дальше будет мне интересно что за пансионат забыл свою будку на море в этом году может она и раньше было я просто не видел ее в прошлом я сейчас немножко дезориентирован где я нахожусь все мне интересно но до юнги я еще точно не дошел там широкий такой проход его пропустить практически нельзя сейчас мы дойдем посмотрим ой какая красота открытый море парашют доска наверное классно ощущения я думаю вообще непередаваемые я уже 35 минут нас снимал те люди голодали сидели по видеороликам с моря я думаю насладятся ими сегодня в полной мере ну я думаю наверное один ролик выложу сегодня другой послезавтра и третий если сниму еще послезавтра чтобы на всю неделю растянуть все это а то в день несколько часов на никто не посмотрит и неинтересно будет вот он гонит 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 как вообще классно такие брызги вокруг блин ощущения вообще крутые вроде только там был вдалеке тут бац уже возле берега вот он как раз я так понимаю что они на юнге и выехали кататься вот разворот хоп обратно против ветра потихоньку пошел ну вот интересный вид спорта годом сорока мостов займусь хотя че мешает ничего не мешает что денег подсобирать да и езжай итак b13 а мы подходим уже рядышком с выходом с пляжа сейчас посмотрим какой санаторий забыл свою будку на море еще море шум прибоя получается за 30 ну за 40 минут я дойду до юнге тоже таким прогулочным спокойным шагом пансионат лазурный берег забыл свою будку на пляже ну что там кто-то у них живет какая красота песочек чувствую этого песочки сегодня много в ботинках будет тут тоже люди гуляют вроде 6 октября народу очень много на море тоже кому надо дрова приезжайте забирайте я вот не вижу дока и отключение что речка на юнге так и не вылилась в этом году море пока по крайней мере хотя вроде проезжая по проспекту как-то раз видел что вроде вода в ней было летел и обратно режет ветер возвращается вот такая красота у нас на море не забывайте пишите мне письма мелким почерком буду читать как будет время отвечать вам на них а пока мы подходим подходим к юнге не соединилась вижу на четке будет интересно то первое видео когда снимал этого соединения не боюсь здесь видите на легковой машине можно сейчас прям до воды выехать вот он мкает серфер красиво как солнышко и серфер этот смотрится он еще и тащится ручкой по водичке разворот и пошел дальше интересно чтобы конкретно подсдохнуть сколько раз так можно съездить ну такое представляю напряг на спину идет какой ну вот мы и добрались до речки которая течет мимо пансионата бывшего юнги от пятихатских озер на карте я думаю обозначена есть кому интересно вы можете посмотреть увидеть как это происходит раньше я помню было более половодная сейчас тут какой-то типа мини ручеек но он все еще есть он так что выдали еще один вот троих насчитал людей с металлоискателями которым не сидится дома лазит по барханам что-то ищет я без металлоискателя рублей 20 насобирал бутылки летают и вот здесь наш путь будет разворнут развернутой этой речкой вот так она вытекает и соединяется с морем как я в этом году наблюдал картину когда снимал тину есть этом видео на берегу анапы как там люди приехали купаться на море купались в анапке потому что в анапке была вода с чище чем море вот она речушечка что там на три вещи можно смотреть бесконечно как работает человек как горит огонь как течет вода с детства меня тянет ко всем водоем просто обожаю лайк моя тень это косяк фотографа если его тень попадает в кадр здесь я не буду заморачиваться просто пройдем думаю гораздо четче и красивее будет звучать мой голос ветер я закрыл спиной двинемся на пионерский проспект там я видео это закончу сниму третье видео за сегодня в итоге потратив полтора часа обеспечив вас каждые два дня новыми видеороликами думаю вам будет интересно посмотреть на пионерский проспект о пансионате юнге там принципе ничего такого необычного но природа растения отличаются думать ваши местности там где вы бы не нас не жили сейчас до мостика дойдем я с вами буду прощаться всякий мусор машину стоят а вот спокойно видите проезд сейчас можно заехать это несколько проспекта и прям до водички добраться без всяких ограничений собачка пробежал по кругу бегает причем раз пока дойду до пионерского проспекта руки немножко отдохнут вот он мостик красивых бутылки торчащие из воды и здесь вот как бы русло становится поглубже речка становится похоже все-таки на речку не даже рыбу видел какой лива вели в этом году даже когда она была пересохшая в общем прощаюсь всеми теми кто посмотрел то видео до конца не забывайте поставить свой лайк написать что-нибудь сообщение я всех тоже очень люблю ценю своих подписчиков подписывайтесь на мой канал всем пока пока до следующей встречи в следующем видеоролике который после этого видеоролика выйдет еще через пару дней пишите в следующей встречи 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 в следующей встреч